Глава 5. Ася Ася втащила в квартиру тяжёлую коробку с реквизитом и облегчённо вздохнула, она дома. День напряжённой работы порядком измотала её. Постановочные съёмки на природе были любимым Асиным проектом, но в этот раз всё пошло не так. Невероятно привередливая клиентка порядком измотала нервы. Даме невозможно было угодить. Заранее согласованный образ вдруг перестал её устраивать. Платье, прическа, макияж – всё было забраковано и отметено. Каждый сделанный кадр критиковался с каким-то злорадным удовлетворением, и приходилось выстраивать сцену опять и опять. К концу дня у Аси иссякло терпение, и она не сдержалась, резко поговорила с клиенткой. Та словно только этого и ждала, обвинив команду Аси в непрофессионализме, отказалась оплачивать съёмочный день. После душа и крепкого чёрного чая стало полегче. С тоской обозрев полупустой холодильник, Ася в который раз напомнила себе, что нужно наконец закупить продукты. Наскоро соорудив бутербродики из хрустящих хлебцов и остатков сырокопчёной колбасы, девушка устроилась в любимом кресле и открыла ноутбук. Мелькнул знакомый логотип, открывая доступ в мир любимых винтажных вещиц. На сайте «Безделушка» тесным кругом собирались увлечённые коллекционеры поболтать, похвастаться приобретениями, предложить кое-что на продажу, обменяться адресами возможных клиентов. Админом сайта являлся некий монах, личность более чем загадочная. Обитатели «Безделушки» знали его только по нику да кратким деловым сообщениям. Это сильно подогревало интерес у присутствующих на сайте дам, пока не прошёл слух, что он давно и прочно женат, и его половина обретается здесь же под причудливым ником Асофитида. Ася, выбравшая себе забавный ник Плюшкина, трудно было понять пристрастие некоторых форумчан к подобным вычурным прозваниям. Тем не менее, Асофитида ей нравилась. Та писала интересные заметки по антикварной бижутерии, была острана язык и безошибочно отличала Буше от Трифари. А над фотографиями украшений из обширной асофитидной коллекции Ася могла залипать часами. В этот раз народу на форуме было немного. Изучив витрину предложений с царившими там клоунами и бабочками, Ася бегло просмотрела ленту сообщений, а после открыла напоминалку уточнить планы на завтрашний день. На утро были намечены съёмки в балетной студии, после обеда следовало заехать на открытие маленького кафе, далее шла переписка, после шестнадцати оставить время для соседки, Тина, портрет. Ася с Тиной не дружила. Вежливое приветствие да мимолетная улыбка при встрече. Всё их общение сводилось лишь к этому. Около месяца назад Тина остановила Асю и смущенно представилась. «Я Тина. Видимся каждый день, а до сих пор не познакомились». Ася насторожилась. Заводить дружбу с соседкой по подъезду не входило в её планы. Ася уставала от общения с людьми и трепетно относилась к своему одиночеству. Но Тина в подруге не набивалась, она лишь хотела записаться на съёмку. На работе коллега хвалилась новыми фотографиями, и неожиданно выяснилось, что фотограф живёт со мной в одном доме. Смущаясь, объяснила Тина. «Съёмки потрясающие. Мне тоже хотелось такие. Можно к тебе напроситься?» Ася старалась не работать со знакомыми. Она давно заметила, что те любят вмешиваться в съёмочный процесс, особенно если ничего в нём не смыслят. И вообще, позволяют себе гораздо больше вольностей, чем обычные клиенты. Но поскольку в этот раз знакомство было формальным, она согласилась, они обговорили условия и назначили день. А потом Тина исчезла. Поначалу Ася не обратила на это внимание, мало ли, может, уехала в отпуск или сменила график работы, вот появляется в подъезде позже обычного. Но теперь, по прошествии месяца, девушка от чего-то забеспокоилась. Она решила заглянуть к Тине, проверить, дома ли та, благо и повод имелся, следовало уточнить детали завтрашней съёмки. Ася долго стояла у обшарпанной двери. В тишине подъезда отчётливо слышалось дребезжание звонка, но Тина так и не открыла. «Не звони, Тинки нету дома». Из соседней квартиры выглянула неопрятная тётка в тугих кудряшках. «А вы не знаете, когда она придёт?» – вежливо спросила Ася. «У меня к ней важное дело». «Её уж третью неделю нет. Как уехала в свою деревню, так и пропала». В отпуск уехала. Сказала, насовсем. Довольная была, собиралась недолго, да видать, не все дела переделала. А может, на аферистов напали, и они её того?» Тётка расширила глаза, провела рукой по горлу. Ася недовольно отшатнулась. «А как же работа?» «А её сократили. Как раз перед поездкой. Поэтому и радовалась, такая удача подфартила». «Она вам номер телефона не оставила? Мне очень нужно». Тётка внимательно осмотрела Асю и велела подождать. Некоторое время она шебуршала в коридоре, что-то роняла и тихонько ругалась, наконец показалась в дверях и протянула кулачок бумажки, на котором еле различимо виднелся ряд цифр. «А вот, если нужно, забирай. Я звонить ей не собираюсь, очень надо попусту деньги переводить». Ася поблагодарила и быстро спустилась к себе. Сверясь с бумажкой, набрала номер и скривилась. После непродолжительного молчания сухой монотонный голос сообщил ей, что абонент недоступен. Ася безрезультатно звонила Тине в течение всего вечера, и с каждым разом беспокойство её нарастало. С Тиной явно что-то случилось. К следующему утру Ася почти решила обратиться в полицию. «После кафе и поеду. Поговорю с ними. Если понадобится, у меня и свидетельница есть», – размышляла она, собираясь на работу. Почему её настолько сильно взволновало исчезновение Тины, Ася не понимала. Была уверена лишь в одном. Если девушка долго не выходит на связь, это неспроста. Вряд ли она уехала к тёплому морю, скорее всего попала в неприятную историю и нуждается в помощи. Очередные съёмки Ася отработала рассеянно. Прикидывала, что же могло случиться с Тиной, прокручивала в голове возможные варианты, и каждый новый выходил мрачнее и страшнее предыдущего. От навязчивых мыслей Ася смогла немного отвлечься в кафе, когда увидела на управляющей знакомую брошь забавного эмалевого кулона от Марселя Буше. «Какой прекрасный панчинелло», – искренне восхитилась Ася. «Редкая вещица». «Приятно встретить понимающего человека», – улыбнулась управляющая. «Я просто не смогла удержаться, когда увидела его на одном симпатичном сайте безделушка, знаете такой?» И, не давая Ася ответить, продолжила восторженно. «Это был от Асофетиды. Не удивляйтесь, Нику, он со смыслом. Загадочная особа. Впрочем, как и положено, ворожея». Ворожея не смогла удержать удивление Ася. «Именно так. Я?» – управляющая взглянула на стайку щебечущих недалеко официанток и понизила голос. Обращалась к ней и по случаю, и уж потом увидела её коллекцию украшений. «А ещё, она ведьма. Не просто всё про всех знает, но и многое может подсказать. И помочь. Если захочет, конечно. Да-да, не смотрите так недоверчиво. Вы знаете значение Юника. Асофетида – сильнейшее защитное средство от колдовства, магическая трава, которую используют в своих ритуалах экзорцисты». Управляющая говорила с таким придыханием и так вращала глазами, что Ася закусила губу, стараясь не рассмеяться. Асофетиду в реале она не встречала и не представляла, чем та занимается вне сайта. Ворожба как способ заработка хоть и выглядела странно, но вполне подходил такой экстравагантной особе. Коллекционные вещи стоят недёшево, каждый крутится как может. «А ещё она в нашем бизнесе», – продолжила сплетничать управляющая. «У них с сестрой небольшой ресторанчик. Звание такое нетипичное, не то, что кажется». «В смысле?» – не поняла Ася. «Не то, что кажется, так называется их ресторанчик, весьма стильное местечко. Вы не снимали там?» Ася отрицательно качнула головой и, сославшись на дела, поспешила распрощаться. «Не то, что кажется», – бормотала Ася, пролистывая странички на смартфоне. «Придумают же. Почему я ничего не слышала об этом заведении?» Ася поискала в сети адрес. Ресторанчик находился недалеко, и она вдруг захотела на него посмотреть. Если получится, поговорить с ворожеей, поделиться своей тревогой и страхами, а если совсем повезёт, то и получить подсказку в поисках Тины. Глава шестая. Ася. Ресторанчик располагался в крошечном тупичке. Стиснутый по бокам солидными старинными особняками, он почти терялся на их фоне, и только вывеска подтверждала, что Ася попала по адресу. Толкнув тяжёлую дверь, девушка оказалась в узком холе. Выбеленные доски пола покрывали пёстрые тканные дорожки, на светлых стенах цвели нарисованные васильки да ромашки. С деревянной балки свисали охапки высушенных цветов. На столиках помещались светильники, стилизованные под керосиновые лампы. Всё здесь выглядело уютно и мило. Не то, что кажется. Пробормотала Ася и хихикнула. Интересно, какой намёк зашифрован в названии? Никто из персонала не встречал возможных гостей, и Ася, потоптавшись в нерешительности, свернула в боковой коридорчик. Миновало несколько дверей со странными надписями «Проходите мимо», «Вам сюда не надо», «Осторожно кусается», и уткнулась в тупичок с табличкой «Чем душа успокоится». За дверью громко и эмоционально пререкались. «Ты почему отказалась ей помочь?» Хрепловатый женский голос звучал укоризненно. «Купила бы себя очередного винтажного пупсёныша на булавке, она была готова щедро заплатить». «Люська, уймись. Хоть ты и владелица заведения...» «Совладелица!» – буркнула невидимая Люська. «Совладелица», – согласилась её собеседница. «Слушать тебя я не стану. Я не могу изменить то, что предначертано дочери этой дамы». «Просто не хочешь!» «Пусть так. Зачем вмешиваться? Подобные пассажи чреваты катаклизмами в моей собственной жизни. Я так привыкла к комфорту». «Вот уж правда. Ты, Марин, всё-таки больше повариха, чем гадалка!» – выркнула Люська. «Варила бы зелья и не устраивала сеансы. Мы с твоими капризами клиентов растеряем. Ты-то что молчишь, Нателл? Скажи хоть что-нибудь. Пригрози, что превратишь её в лягушку, что ли?» «Я бы сейчас выпила кофейку». Лениво протянула третья из собеседниц, по-видимому, та самая Нателла. И уже совсем другим приказным тоном отчеканила. «Всё, слышали? За дело, ребята? И конфет прихватите». Кто-то маленький, юркий, вроде кота, появился прямо из стены. Скользнул мимо неуловимой тенью, следом прошмыгнули ещё двое, мазнули шерстинками Асю по ногам. От неожиданности Ася взвизгнула, и дверь тут же приоткрылась. Худощавая блондинка в широченных джинсах и ярком голубом свитере изумлённо взглянула на девушку и вопросила гневно. «Как вы сюда прошли?» Ася на мгновение растерялась, но тут же нашлась. «Как и все, по коридорчику». Сделав проникновенное лицо, сообщила она. «Только никак, все. Не рассказывайте мне сказок. Это служебный вход для своих. Ну так добавьте ещё одну табличку, не для всех. Если бы я это прочитала, не пошла бы дальше». Блондинка хмыкнула и ещё раз осмотрела Асю. «Шустрая девочка. Похоже, одна из немногих», сообщила она в глубину комнаты и распахнула дверь. «Прошу». Ася поблагодарила и осторожно прошла. Поначалу ей показалось, что она попала в бутафорскую. Небольшая комнатушка полна была всяческого скарба. Разнокалиберные бутылочки цветного стекла выстроились на деревянных полках, вязаночки сухих растений, корешки, непонятные специи, тыквы, странные черепа, чьи-то огромные рога, деревянные фигурки, то ли домовых, то ли ещё какой-то нечисти, вязанки, лука и чеснока. Всё жалось и теснилось, свисало с потолка, подпирало друг дружку со всех сторон. Среди этой пестроты и густоты Ася не сразу приметила собеседниц блондинки. Дамы были удивительно похожи и в то же время разительно отличались друг от друга. Обе брюнетки спокойного зрелого возраста, одна невероятно элегантная, с короткой стильной стрижкой, в бордовом бархатном платье, чулках в тон и изящных палетках, курила сигаретку в длинном инштуке. Вторая, просто поразительная, по смелости и яркости образа, напоминающая радугу. Из-под длинной бирюзовой туники виднелись камуфляжные штаны в серых разводах и жёлтые замшевые лоферы. К ним прилагались две длинные косы с алыми бантами, вязаная беретка цвета спелой сливы, многочисленные кожаные плетёночки, фенечки и цепочки на запястьях и броский смелый макияж. Всё это разноцветное великолепие смотрелось вместе удивительно уместно, и только пара безумно дорогих винтажных брошей слегка выбивались из общего стиля. Увидев броши, Ася уже не сомневалась, к кому обратиться. «А я к вам. Вы же асофетиты». И когда брюнетка слегка поклонилась, представилась. «Я Плюшкина. В смысле Ася». «Какая милая девочка», – промурлыкла блондинка. «Соратница по роковой страсти к старым цацкам? Собложница... Сафорумница? Ещё одна из завсегдатаев бутоньерки? И много вас там помещается. Люсь, прекрати. Испугаешь нашу гостю. Она забудет, зачем пришла». Брюнетка в халате затушила сигаретку и улыбнулась Ася. «Я Нателла. Люську вам представлять уже не надо. Я Марина». Обладательница брошей, испытывающий, посмотрела на Асю. «Зачем вы пришли? Не проще было бы написать мне в личку?» Мы так хорошо общались на сайте, что я подумала, сможем и в жизни. Ася, конечно же, не ждала радостных объятий, но от холодного приёма немного растерялась. «Мне нужна ваша помощь, Марина. Я не люблю смешивать виртуальные общения с реальностью. Но раз уж вы здесь, прогонять не стану, выкладывайте, что случилось». «А вы сами не можете догадаться? Вы же ведунья. Всё должны знать». Неожиданно для себя выпалила Ася. Этот простой вопрос расстроил её. «Если Марина не может считать цель её визита, то и пройти, но вряд ли сможет что-то узнать». Марина подошла совсем близко, окинула её взглядом и вздохнула. «Правила этикета никто не отменял. Но если вы всё хотите услышать от меня, извольте. Вас что-то сильно беспокоит. Ммм, возможно, судьба близкого человека, хотя вряд ли близкого. Скорее, знакомый. Поверхностно знакомый я права. Точнее, скажу, на сеансе. «Все дела после кофе!» – громогласно скликнула Люська-блондинка. «Угощайтесь, Ася, мы пьём только чёрный». Рядом с диваном, словно из воздуха, появился столик на колёсиках. От крошечных чашек терпко и заманчиво пахло пряностями и карамелью. В корзине лежали круглые, глазированные профитрольки и незнакомые, украшенные засахаренными цветами конфеты. Доставил это великолепие, странный тип крошечного роста, облачённый в треники и фуфайку, волосатое лицо, острые уши и тёмные очки довершали причудливый облик. «Извините, что так по-простому. Не можем убедить мажор дома, что в костюме он гораздо авантажнее», доверительно сообщила Нателла. «За триста лет привык к фривольной форме одежды, не хочет меняться». «Это Игнатич, наш управитель, правая рука Марины, потомственной домовой», – представила типа Люська. И, наслаждаясь потрясением гостей, злорадно добавила. «Привыкайте, у нас интересно». Вкус кофе Ася не распробовала. Почувствовала лишь густую горечь, и это неожиданно помогло собраться, сжать себя словно в кулаке. «Что бы ни привиделось, всё наваждение, гипноз, игры профессиональной магички», – убеждала себя Ася, – «нельзя на них вестись». Заморочит и обведёт вокруг пальца, легко считает всю нужную информацию. Марина, сидевшая напротив, рассматривала её с лёгкой насмешкой, словно забавляясь над смятением девушки. Люська и Нателло шумно обсуждали какую-то натку, которая, такая дурочка, запрятала свою брошь и живёт обычной жизнью. Люську переполняли эмоции. Нателло же пыталась успокоить подругу, говорила что-то о праве выбора, о том, что скоро всё переменится. Внезапно в комнате потемнело. Голоса дам отдалились. Они звучали теперь откуда-то издалека, становясь всё тише и тише. Тени выползали из углов, окружили стол со всех сторон, мягким коконом опутали Асю с Мариной. Рассеянный свет скромной настольной лампы не мог перебить их густую мглу. Марина взмахнула рукой, и чьи-то мохнатые четырёхпалые руки поставили на столе перед Асей миску, полную воды. «Смотри на воду», – приказала Марина. «Следи за отражением лапы, не отводи взгляд», – подчиняясь приказу, Ася уставилась на круглый белый плафон. Он задрожал, растёкся в воде неровной кляксой и превратился в белый ватный ком луны. Рыхлая, волнистая, висела она в пустоте, а потом покатилась и, загнувшись, вытянулась рогатым месяцем. От напряжения глаза заволокло слезами, Ася невольно моргнула и упустила момент, когда от месяца потянулась куда-то вниз тонкая ниточка. «Вы видите нить, Ася? Она приведёт вас к цели. Возьмитесь за неё и расслабьтесь, доверьтесь мне. А эта нить поможет мне удержать вас здесь». Марина вновь кивнула, и чьи-то мягкие лапы, словно обмотали Асина запястье тонкой красной шерстинкой, затянули крепким узелком, перекинули Марине длинные концы завязок. Ася хотела спросить, каким образом она сможет прикоснуться к лунной нити, но в тот же момент, словно поплыла, зависла в пространстве и вот уже крепко ухватилась за золотистый лучик. «Ася, теперь смотрите внимательно». «И главное, молчите. Что бы ни увидели, не говорите ни в коем случае. Вы меня поняли, Ася?» Ася хотела ответить, но не смогла. Она почувствовала запах реки и ночных цветов. Прохладный ветер растрепал ей волосы, охладил пылающие щёки. Недалеко зашумело, всколыхнулся воздух, а потом Ася отчётливо увидела Тину. Тупо поддерживали с двух сторон и влекли куда-то два уродливых крылатых существа, совершенно одинаковые, заросшие короткой чёрной шерстью, с рожками и гротескными чертами почти человеческих лиц. Вид у Тины был непонимающий и потрясённый. Внезапно Ася осознала, что сама она уже будто парит рядом, касаясь тонкой золотистой нити. Не совладев с эмоциями, девушка ахнула и тут же соскользнула куда-то вниз. Она зависла у самой земли, прямо перед старухой, наматывающей лунную нить на огромную деревянную бобину. Старуха повела кривым носом, зачмокала, показав острые клыки, потянулась к кассе, в тот же миг дёрнулась, натянулась на руке красная шерстинка, и Ася словно очнулась, вынырнула из кошмарного омута. Она сидела перед Мариной за столиком и никак не могла собраться с мыслями. «Я ведь предупреждала, молчи, а ты чуть карге на ужин не угодила», сердито отчитала её Марина. И уже немного смягчившись, поинтересовалась. «Ну что, поняла теперь, где твоя Тина?» «Глава седьмая. Ася». «Что это было?» – испуганно прошептала Ася. «Гипноз. Я словно попала в фильм ужасов. Всего лишь видение про то, что случилось с вашей знакомой. Вы серьёзно сейчас? Мне привиделось жуть. Такого в реальности не бывает». Марина досадливо приподняла брови. «Ася, если вы отрицаете всё необычное, то зачем обратились ко мне за помощью? Я хотела узнать о судьбе малознакомой девушки Тины. Вы не подруги, просто живёте в одном подъезде. Я показал вам, что с ней приключилось. Если бы вы промолчали, как я и просила, то увидели бы всё до конца, узнали бы, в каком месте Тина находится сейчас». «Откуда вы знаете про подъезд? Я сама выболтала, да? Под гипнозом?» – пробормотала Ася. «Не пойму только, зачем вы морочите меня всякими страшилками. Я вам и без этих штучек заплачу. Только скажите правду, что с Тиной?» Сдерживаться Марине было всё труднее. Но она заставила себя медленно вздохнуть и как можно спокойнее ответила. «Тина на границе. Жива. Но не может вернуться в наш мир. Её что-то там держит. Долг или магический ритуал? Может быть, предмет? Вы знаете цель её поездки? Какой-то деловой интерес, верно? Наследство». «Ну, конечно. Особое наследство, от которого пока только проблемы и хлопоты. Нам нужно выяснить точное местоположение, чтобы ей помочь». «Всё-таки вы не можете его определить?» – разочарованно протянула Ася. «Не могу. Вода больше не покажет. Знаю, что это место за городом, посёлок или деревня. Знаю, что это пограничие, рядом переход наизнанку. Подобных проходов множество, поэтому нам нужно уточнить координаты». «На какую изнанку? Как уточнить?» Ася совершенно перестала понимать свою собеседницу. «Элементарно. Мне нужна любая вещичка вашей знакомой. Что угодно, к чему она могла прикасаться». «У меня ничего нет». «Значит, нужно достать. Тина нуждается в помощи. И помочь ей можете только вы». «Я?» «Именно. Или добудьте её вещь, или принесите ту, которая хранится у вас дома. Её, кстати, нужно будет вернуть хозяйке». «У меня дома есть вещь Тины?» – изумилась Ася. «Откуда?» «Мы познакомились недавно. Общались через раз. В гости её не приглашала». «У вас дома вещь Тины?» – повторила Марина. «Вы не случайно пересеклись. Это судьба. Поищите Ася. В старых вещах или бумагах, возможно, кто-то из ваших близких нашёл или присвоил вещь, принадлежащую семье Тины. Вы можете об этом и не знать, но чужое нужно вернуть». К выходу Асю проводил Игнатьич. Он молча распахнул перед ней дверь, предварительно вручив небольшую, плотно прикрытую холстиной корзинку. Ася машинально приняла её, не поблагодарив и не поинтересовавшись, что там находится. Сеанс она покидала в смятении. Странные фантастические видения, разъяснения Марины, слова о том, что она одна может спасти Тину, всё смешалось, переплелось, сместилось в голове. Напрасно Ася пыталась сосредоточиться и рассуждать здраво. Придумать объяснение пережитому не получалось. И какая присвоенная вещь хранится в её семье? Из родни у Аси была только мама. Скромная, бесхитростная женщина, всю жизнь проработавшая в доме малютки, она просто не могла взять себе что-то чужое. Нужно было позвонить ей. Но как об этом спросить, чтобы не обидеть маму? И всё же Марина говорила так уверенно. Может, следует посмотреть в старом бабушкином сундучке? Хоть она и так знает в нём каждую вещицу. Лоскуты, катушки разноцветных ниток, атласные ленточки, бусы прозрачного стекла, необычные яркие пуговицы, милые сердцу пустяки, не представляющие никакой ценности. Забава её детских лет. Её первая брошь была тоже оттуда. Изящный цветок чертополоха на длинном узком стебельке с лохматой золотистой шапочкой. Старая, со стёртой от времени позолотой, брошь выглядела просто, но сразу очаровала Асю. Увлечение винтажными вещами началось именно с неё. На улице у ресторанчика Ася столкнулась с молодым мужчиной в камуфляже. Она не рассмотрела его толком, в глаза бросились лишь длинные белые волосы, захваченные в хвост и широкий бугристый шов кривого шрама на левой щеке. Ася невольно отвела глаза и в стекле чисто вымытого окна увидела вдруг давнишнюю коргу. Та скалилась и манила Асю к себе. «Осторожнее». Мужчина перехватил отпрянувшую Асю и прошептал еле слышно. «Не бойтесь, это проекция. Она ничего вам не сделает». «Извините», – покраснела девушка. «Я ничего не боюсь, просто задумалась и всё». Она не поняла, пошутил незнакомец или тоже увидел страшную старуху. Но спрашивать об этом, конечно же, не стала. Побоялась, что её сочтут сумасшедшей. Визит в ресторанчик впечатлил Асю. Много удивительного и необъяснимого случилось с ней за последние часы. Принять это было трудно, понять невозможно. Почти сразу, вернувшись домой, она позвонила матери, поболтала ни о чём, спросила про здоровье. И всё тянуло и тянуло время, никак не решая задать тот самый волнующий её вопрос. Мама словно почувствовала смятение дочери. «Ася, ты какая-то не такая», – потревожилась она. «У тебя всё в порядке?» «Конечно», – успокоила Ася и после недолгой паузы вздохнула. «Мам, ты не приносила домой чужую вещь? Или, может быть, не ты, а бабушка?» Мама ответила не сразу. Переспросила расстроенным голосом. «Ась, ты о чём сейчас? Какую такую вещь-то? С чего вдруг этот вопрос?» «Не обижайся, мам. Просто мне нагадали, что у нас хранится чужая вещь. Вроде бы она случайно попала к нам, и теперь её нужно вернуть владельцу». На слове «случайно» Ася специально сделала акцент, чтобы показать матери, что ни в чём не обвиняет её. «Господи, доча, ты к гадалке ходила», – запричитала мать. «Что случилось? У тебя неприятности?» «Мам, всё нормально. Это знакомые проблемы. Я тебе потом расскажу». Кое-как Асе удалось убедить мать, что волноваться то и не о чем, и, наконец, завершить разговор. Растревоженная вопросом дочери, та, конечно же, так ничего и не вспомнила ни про какую вещь, заявила убеждённо, что чужих вещей у них в доме быть не может по определению. У Аси не было причин не верить маме. Вот только слова Марины прочно засели в голове. Неспроста же она велела поискать дома. Значит, увидела что-то. Вот только знать бы что. Ася не представляла себе, что это может быть. Педантичная и аккуратная по натуре, ничего лишнего она не держала. Каждой вещи было отведено строго определённое место, Ася всегда чётко знала, что и где лежит. Раньше они жили втроём. Она, мама и бабушка. Мама работала и приглядывала за бабушкой. Ася училась и помогала ей. Позже, когда бабушки не стало, а Ася подросла, мама вернулась в их старую квартиру. Оставшись одна, Ася первым делом провела грандиозную чистку, избавилась от старья и давно отслужившего барахла. Возможно, что тогда она выбросила и вещь, из семьи Тины. Бесполезно теперь сожалеть об этом, нужно придумать что-то ещё, например, добыть что-то из Тиной одежды. Ася подумала про противную тётку в кудряшках, соседку Тины по площадке. Вдруг Тина оставила той запасной ключ. Тётка, конечно же, особо неприятная, но мало ли, может, ключ и правда у неё. Это следует выяснить. И Ася поплелась к соседке. На вопрос о ключе та с подозрением оглядела Асю и процедила. «Нет у меня ничего. Тина скрытная была, к себе не пускала, ключа не оставила. А тебе зачем?» «Да так, нужно. Нужно ей. Что за интерес по чужим квартирам шарятся. Вот я участковому скажу». «Да на здоровье», – разозлилась Ася. «Я сама в участок собираюсь. Как-никак человек пропал. И вы?» Она наставила палец на тётку. Даже не позвонили и за всё время не побеспокоились долгим отсутствием. На мгновение опешив от подобной наглости, тётка ещё долго выкрикивала ей вслед бесполезной угрозы. Ася этого даже не слышала, напряжённо думала о своём. «Что же делать? Что же делать?» – снова и снова бормотала она. Помощи от Марины ждать не приходится. Та ясно дала понять, что без Тининой вещи она не сможет понять, где находится девушка. «Значит, всё-таки придётся идти в полицию. А что ещё остаётся?» В темноте узкого коридорчика Ася обо что-то запнулась и чуть не упала. Вручённо Игнатьичем корзинка так и осталась стоять у входа. Ася напрочь забыла про неё. Это было совсем на неё не похоже. Вот ведь растяпа. Принесла домой подарок и даже не полюбопытствовала, что там. Теперь же смотреть было не на что. Холстина была откинута и смята, содержимое корзинки пропало. Глава восьмая. Ася. Ася осторожно прошла по квартире, высматривая сама не зная кого. После знакомства с сёстрами и их шумной приятельницей она готова была к чему угодно. Вот только тщательные поиски прошли бестолку. Девушка обшарила всё вокруг, но ничего не нашла. Неудача только сильнее раззадорила её. «Позвоню Марине и спрошу, что было в корзинке. Пусть признаётся, кого мне подкинули». Ася уже взялась за телефон, когда в соседней комнате загрохотало. Это свалились вниз коробки, когда-то давно запрятанные на шкаф. Их содержимое, так скрупулёзное и аккуратно уложенное Асей, беспорядочно рассеялось по комнате. Среди развала восседал косматый чёрный колобок, вертел в цепких коготках бабушкин сундучок. Завидев Асю, колобок довольно ухнул, мигнул жёлтыми совиными глазами, да подбросил сундучок в воздух. И рассыпались, покатились вокруг сокровища, что так любила перебирать Ася в детстве. Дальше всех, прямо к её ногам, отлетела брошка чертополох, неказистая да облезшая, когда-то сильно любимая. А не чёсанный ком словно подёрнулся рябью, вмиг побледнел и исчез прямо на глазах, опишивший Аси. Нужно было собирать вещи. Опять раскладывать их по коробкам, но Ася всё смотрела и смотрела на брошь. А что если это она? Та самая вещь, которая принадлежит Тине, и существо специально указало на неё так, как смогло это сделать. Ася подняла украшения, сунула в карман и, открыв ноутбук, спешно стала набирать сообщение Марине о Софетиде. Она хотела поделиться предположением насчёт броши и заодно выяснить, что за сущность ей вручил домовой Игнатич. На сайте в этот час завсегдатаев не было. Только несколько гостей толкались у витрины. Бегло, просмотрев личную почту, Ася заметила письмо от администратора. Она подумала о дежурной рассылке, но всё же открыла сообщение, и увидела незнакомый номер телефона. Рядом шла записка. «Позвоните мне, это важно, монах». С чего вдруг такое внимание? Что ему понадобилось? Хочет узнать адреса знакомых коллекционеров или предложить какую-нибудь винтажную штучку? Всё-таки странно, что он написал, ведь до этого момента Ася с ним совсем не общалась. Через минуту пришёл ответ Асафетиде, пестрящий забавными смайлами. «За хохляка не благодари. Он славный. Жду тебя завтра вместе с брошью, станем смотреть». За спиной зашуршало. Ася стремительно обернулась и успела увидеть, как последний из опрокинутых коробок, плавно планирует на шкаф. Хохлик, кем бы он ни был, убрал за собой. «И на том спасибо», – пробормотала Ася и вновь пробежала глазами сообщение от монаха. Звонить по указанному номеру она не стала, набрала для начала коротенькое сообщение, что тебе нужно. Сама же отправилась на кухню за молоком, чтобы подманить им хохлика. Наполнив доверху глубокую миску, Ася завела было извечное кис-кис. Назов никто не явился, но рядом аппетитно захлюпало, молоко стремительно исчезало из миски. Хохлик принял угощение, вот только показываться не стал. Не раздумывая, Ася прихватила воздух недалеко от миски, под пальцами дёрнулась, оставив в руках лишь клок жёсткой шерсти. «Подожди», – попросила Ася. «Ты специально подкинул мне брошку, да?» Ей никто не ответил, лишь по ногам скользнул лёгкий ветерок, словно невидимый хохлик пробежал рядом. «Спасибо, что собрал вещи», – на всякий случай поблагодарила Ася и пошла проверять телефон. Экран мигнул, открывая принятое сообщение. «Привет, я Михаил, монах». «Привет, я Ася», – для чего-то написала она, а потом набрала номер абонента. Они общались односложно и немного настороженно, будто примериваясь друг к дружке. «Я поеду с тобой», – меня попросила Марина. «Я даже не знаю, куда придётся ехать». «Тем более, тебя нужно подстраховать, мало ли что». «Ты о чём сейчас?» «Ты же была у сестёр. Марина сказала, что Тина где-то в параллели. Тебе понадобится помощь. Ты же не хочешь пропасть, как она». «Откуда знаешь?» «Что?» «Что я там была?» «Марина сказала. Мы встретились с тобой на входе». Ася замерла. «Значит, тот седой тип со шрамом и есть загадочный монах?» Она представляла его совсем иначе и теперь была немного разочарована. «Можно спросить личное?» «Попробуй». Ася хотела узнать, правда ли монах и Марина пара. На первый взгляд он выглядел значительно моложе, но мало ли. Однако вместо этого неожиданно для себя выпалило. «Игнатич, он что, действительно домовой?» «Ага». «Просто так трудно всё это принять?» «Ничего, привыкнешь. А как помощника дадут, станет проще». «Кажется, уже дали». Пробормотала Ася, наблюдая, как кудласта нечто, проковыляла через комнату, волоча за собой любимую Асину думку и скрылась в противоположной стене. Спала Ася на удивление крепко. Ни странное существо, уготованное ей в помощники, ни события вчерашнего дня никак не повлияли на сон. К Марине она засобиралась с утра, перехватив бутерброд на завтрак и спешно приведя себя в порядок, сразу поехала в ресторанчик. Монах ждал девушку у входа, они прошли в полупустой зал, присели за столик у окна. «Марина ещё занята. У неё незапланированная клиентка», сообщил спокойно монах. «Подождём здесь, заодно перекусим». Симпатичная официантка в кружевном передничке и изящной наколке на гладких блестящих волосах выложила перед каждым меню и приготовила записывать заказ. Девушка была поразительно красива, Ася загляделась на неё, представляя, как эффектно выглядела бы та в старинных русских нарядах. В голове медленно зародилась идея для нового крутого фотопроекта. Официантка молча ждала, и Ася, опомнившись, попросила смущенно. «Мне что-нибудь попить и пирожное. У вас есть картошка?» Девушка кивнула и улыбнулась. «Конечно, у нас есть всё». «Мне как всегда». Монах небрежно отодвинул глянцевую книжицу. Под его пристальным взглядом Ася моментально сделалась неловко, она затеребила прядь волос, локтём смахнула со столика вазочку с сухоцветами и густо покраснела. «Ты всегда такая забавная». «Забавная, вот так. Получайте, девушка, комплименты по делам. Что заслужила, то заслужила». Едва удержавшись от грубости, Ася буркнула недовольна. «Я обычная, понял?» «Понял. Не обижайся. Ты так мило сейчас порозовела и уж вообразилась за меня». «Вот ещё, просто переживаю за Тину». «Вы были дружны?» «Она пропала. Разве это не повод?» «Повод, конечно. Для её родни. Кстати, ты что-нибудь знаешь о них?» «Знаю только, что была тётка. Наследство от неё». Бесшумно возникшая официантка ловко расставила заказ. Расписной керамический чайник, исходящий паром, высокую чашку ему под пару и тарелочку с двумя аппетитными продолговатыми пирожными, щедро присыпанными, пушистым коричневым порошком какао. Перед монахом она поместила огромное блюдо со сложным содержимым. Было там что-то похожее на яичницу с тушёными овощами, зеленью и толстыми жареными ломтями сыра. «Хочешь халуми?» – предложил монах, заметив, как Ася посматривает на его порцию. И опять ей стало неловко, словно девочке на первом свидании. Она быстро отвела взгляд и на миг боковым зрением уловила нечто такое, что заставило её замереть, отчаянно пытаясь удержать лицо. Красавица-официантка выглядела сейчас словно страшила из сказки лысая голова, покрытая то ли корой, то ли коростой, на лице среди заскорузлой кожи, не различить ни глаз, ни рта, обломок сучка вместо носа, ржавый космом ха, пучками торчащие на подбородке. Ася сморгнула, посмотрела снова. Теперь прямо, как всегда. Красавица улыбалась монаху, нежный румянец подсвечивал кожу выразительного породистого лица. Прикрыв на мгновение глаза, Ася медленно повернула голову, покосилась назад. По залу сновали официантки, принимали заказы, выставляли перед посетителями разнообразные блюда. И все, все они сейчас были подобны близнецам из паноптикума. Девушек представляли нескладные, безобразные существа, обряженные форменные одежды. Они походили на ожившие старые деревья, из тонких перекрученных стволов выступали по сторонам узловатые ветви руки. Короткие обрубки корней заменяли ноги, одежда была им явно мала и еще больше подчеркивала их уродство. Только сейчас заметила. Монах наблюдал за манипуляциями Аси. Чему удивляешься, Игнатича уже повидала, Кохлика тоже. Теперь вот с деревянницами познакомилась. Здесь все такие, неординарные. Он засмеялся и подмигнул. Название ресторанчика, помнишь? У Марины все особое, она и сама необыкновенная. Потому что... Ведьма. Прошептала Ася. Не только. Ася неожиданно разозлилась. Почему она такая нелепая? Одевается как фрик, любит винтажные украшения, а носить их не умеет, сочетает со всяким дешевым барахлом. Вот Нателла совсем другая. Элегантная, стильная, а не словно две противоположности. Так и есть. Что так и есть? Узнаешь. Ты со всеми говоришь загадками? Это раздражает. Только с тобой. Поддел монах и отправил в рот огромный кусок сыра. Давай уже поедим. Все остынет. Ты это нормально воспринимаешь? Ася никак не могла успокоиться. Что? Вот это вот все. Она взмахнула руками. Колдовские способности сестер, непонятных уродцев вокруг, всех этих домовых, охликах, всякую нечисть. Так не бывает. Не должно быть. Поправилась она. Еще как бывает. Я привык. А мне вот трудно привыкнуть. Когда официантка подошла вновь, чтобы собрать посуду, Ася не подняла на нее глаза. Она неотрывно смотрела, как мелькают над стволом изящно девичьи запястья и представляла другие, древесные, огрубелые, нечеловеческие. Сколько же таких вот обманок бродит среди людей? Еле слышно, пробормотала она. На все можно взглянуть иначе, шепнул в ответ монах. Используй края глаз. И засмеявшись, направился в сторону уже знакомого Аси коридорчика. 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 Аси коридорчика.